Поистине хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим о помощи и прощении. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах ведет прямым путем, никто не собьет, а того, кого Он собьет, никто не сможет наставить. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварищей, и который превыше того, чтобы иметь равного или подобного себе. Я также свидетельствую то, что Мухаммад его раб и посланник, его избранник и любимец, ответственный за его откровения. Господь отправил его в качестве милости для миров и довода для всех рабов. Посредством него Аллах направил на прямой путь из заблуждения, просветил после невежества, даровал многочисленность после малочисленности и обогатил после бедности. И да пребудут благословения Аллаха над ним, над его благим семейством и благословенными сподвижниками до тех пор, пока глаза видят, а уши воспринимают назидание. И да пребудет над ними всеми мир. А затем верующие братья. На одной из прошлых проповедей мы упоминали о том, что Пророк да благословит его Аллах и приветствует. Поведал нам о событиях, которые произойдут в Ахырзамане. Мы говорили об Ад-Даджали. И о том, что Пророк да благословит его Аллах и приветствует, рассказал нам о той смуте, которая будет исходить от Ад-Даджали и каким будет его конец. Сегодня давайте поговорим о том, как Ад-Даджаль умрет и о том, как Айса мир ему связан с умой нашего Пророка Мухаммада да благословит его Аллах и приветствует. На прошлых проповедях мы уже упоминали историю Айсы мир ему. Мы говорили о его рождении, о том, как Всевышний Аллах избрал Марьям мир ей, как Всевышний Аллах сообщил ей о том, что она забеременеет Айсой. Всевышний Аллах сказал в Коране, вот сказали ангелы, о Марьям, воистину Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров. Аллах также сказал, воистину Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которому Мессия Айса, сын Марьям. Марьям мир ей, знала еще до того, как забеременеть Айсой, что родит ребенка, который станет знамением для людей и будет пророком, будет разговаривать с людьми в колыбели, и взрослым станет одним из праведников. Так Марьям родила и принесла в город Айсу, как мы говорили на прошлой хутбе, и Айса мир ему вырос. Затем произошла известная история о том, что евреи начали строить против него козни. Иудеи вместе с идолопоклонниками римлянами, которые тогда жили, задумали против него зло. Иудеи чуть не убили его. И действительно Всевышний Аллах предал его облик одному из апостолов, а самого Айсу Всевышний Аллах поднял к себе. Аллах сказал, однако они не убили его и не распяли, а это только показалось им. Они действительно не убивали его. О нет, это Аллах вознес его к себе. Наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, видел Айсу мир ему. Он встретил его на четвертом небе, когда поднимался на небеса в своем путешествии Аль-Исра валь-Миарадж. О мусульмане! Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал нам о том, как и когда Айса, мир ему, спустится на землю. Он сообщил нам, что он окажется тем, кто прекратит смуту, с которой придет Ад-Даджаль. Хадисы от Абу-Хурейры, которые приводятся в Аль-Бухари, пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Клянусь тем, в чьей длани моя душа уже скоро спустится к вам сын Марьям в качестве справедливого правителя». Когда же спустится Айса бну Марьям? И где это произойдет? Как люди узнают о том, что он пришел? И какое отношение к нему будут иметь верующие? Когда он спустится, будет ли он править по шариату Мухаммада, салли Аллаху алейхи вассалям, по Корану и Сунни? Или же он будет править по Евангелию? Или он также принесет с собой правильное Евангелие? И какие события произойдут при Айси и после его смерти? Это то, о чем мы будем говорить сегодня с соизволения Аллаха. Когда Ад-Даджаль будет обходить весь мир, ему будет запретен вход в Мекку и Медину. Как об этом сообщил пророк, да приводит над ним благословение Аллаха. Так как на подходах к Мекке и Медине будут стоять ангелы и охранять эти города с оружием. Поэтому Ад-Даджаль не сможет проникнуть внутрь Мекки и Медины. Ад-Даджаль остановится на возвышении рядом с Мединой. Затем посмотрит на мечеть пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И он увидит, что она белая. Он скажет, этот белый дворец, дворец Ахмада. То есть мечеть пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Затем Медина сотрясется, и из нее выйдут все лицемеры и лицемерки. И последует за Ад-Даджалем. Но сам он не сможет зайти туда. Затем Ад-Даджаль пойдет дальше. Быстро обойдет всю землю, заявляя, что он Бог. Его будут сопровождать сверхъестественные чудеса, о которых мы уже говорили. И за ним последуют люди. Большинство из тех, кто последует за ним, будут невеждами, которые не будут знать ни о Коране, ни о Сунне. И не будут предупреждены о его фитне. Мы говорили, что Ад-Даджаль выйдет тогда, когда имамы будут мало упоминать о нем, на Мимбарах. Люди прекратят говорить о нем и не будут знать о нем. Когда же выйдет Ад-Даджаль, с ним будет рай и ад. Люди решат, что он, их Господь, будут падать перед ним в земных поклонах и следовать ему. Так Ад-Даджаль будет обходить землю. Пророк, да пребудет над ним мир и благословение, сказал, большинство из тех, кто последует за ним, он написал их, это бедуины и женщины. Он сказал, бедуины в пустынях в большинстве своем невежественны в религии, и они последуют за ним, потому что он вырастет им растения, и скот будет давать им больше молока. Что касается женщин, то он прельстит их своей мишурой, золотом, раем и адом. И их зрение обманется всем этим. Он сказал, что мужчина будет возвращаться к себе домой, к своей сестре, дочери или жене, и привязывать их из боязни, что они присоединятся к Ад-Даджалю. Ад-Даджаль будет оставаться в таком положении, и верующие люди в то время будут убегать от Ад-Даджаля в горы, опасаясь его фитны и того, что он их убьет. Затем Аль-Махди, который придет в Ахыр-Замане, останется с группой верующих на горе, которая называется Ад-Тур в Палестине. Они будут поклоняться там Аллаху и молиться. Ад-Даджаль подойдет к ним, окружит их у подножия горы. Их положение станет затруднительным, и голод усилится. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит, Так что голова быка для одного из них станет ценнее 100 динаров у одного из вас сегодня. И все это из-за сильного голода. Ад-Даджаль будет держать их в осаде, и никто из них не сможет спуститься вниз. В таком положении верующие будут оставаться вместе со своим имамом и искать решение, благодаря которому они смогут покончить с этим бедствием. Затем ночью они примут единогласное решение сделать утренний намаз, после чего выйти на сражение с Ад-Даджалем. Они уже не могут терпеть все это. Их убивают печали, голод и скорбь. Когда раздастся икамад на фаджар-намаз, они уже облачатся в свое оружие. Когда раздастся икамад на фаджар-намаз, и их имам уже соберется выйти вперед, как вдруг их покроет кромешная тьма. Так что люди не смогут увидеть собственных рук. В этот момент Аллах и разрешит Алисе ибну Марьям спуститься, и он спустится. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, и он спустится, одетый в две одежды, окрашенные шафраном. То есть на нем плащ из двух кусков материи. Он сказал, если он наклонит голову, с нее будет капать жемчуг. Как будто он только что вышел из бани. То есть как будто он только что мылся. Он весь горячий и мокрый. Когда он наклонит голову, вода будет капать, подобно жемчужинам. Он сказал, он положит руки на крылья двух ангелов и спустится на белый минарет на востоке Дамаска. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, никому не будет дозволено ощутить его аромат и при этом не умереть, если это будет кафир. Если кафир почувствует его аромат, он умрет. Он продолжил, и аромат от него исходит на расстояние взора. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, он спустится, а затем придет к тем людям, которых Всевышний Аллах защитил от ад-даджаля. Всевышний Аллах перенесет его так быстро, как пожелает, и он зайдет к ним. Когда же придет свет, окажется, что среди них находится Айса Мириму. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, и Айса будет смотреть на них, протирать их лица и рассказывать им о том, какие степени в раю они займут. Они знают, что это Айса, он наденет на себя военные доспехи. Имам-мусульман скажет ему, становись вперед, проведи с нами намаз. И тот ответит, нет, этот икамат был дан для тебя, для того, чтобы ты провел с ними намаз. И одни из вас имамы для других. В этом будет почет для этой уммы. Всевышний Аллах почтил нашу общину тем, что представители других общин не будут имамами для нас в наших намазах. Наоборот, это мы будем имамами для них. Этот человек выступает вперед, чтобы сделать намаз с Айсой. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Из нас будет тот, за кем будет молиться, Аль-Масих ибнумарьям». Он проведет намаз с Айсой и с остальными людьми. И когда намаз закончится, он выйдет вместе с Айсой, мир ему, к Ад-Даджалю. Ад-Даджаль будет знать, что его должен убить Айса, и он начнет убегать от него. Айса последует за ним, настигнет его у ворот города Люд в Палестине. И когда Ад-Даджаль увидит Айсу, он начнет растворяться, подобно тому, как растворяется соль. Айса настигнет его и убьет, затем поднимет вверх свой меч, и люди увидят кровь на мече Айсы, мир ему. Это весть о том, как Айса, мир ему, спустится. Об этом нам сообщил Всевышний Аллах, и информацию об этом до нас донес наш пророк Мухаммад да благословит его Аллах и приветствует. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Лучшая жизнь будет тогда, когда будет Айса, мир ему, потому что верующие до этого находились в бедственном положении во времена Ад-Даджаля». И когда Всевышний Аллах устранит их беду с Ад-Даджалем, Всевышний Аллах дарует барака в том, чем он их наделил. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Аллах даст барака в скоте, в верблюдах, овцах и коровах, так что одной овцы будет хватать группе людей, а верблюда или верблюдицы будет хватать целому племени». Баракат будет дан людям в том, что они едят и что они пьют. Он сказал, «Так что группа людей будет есть один гранат. Они будут сидеть в тени одной ветки граната от того, насколько она будет большой. Люди будут сидеть в ее тени. В то время Айса, мир ему, останется в таком положении. Будет жить самой прекрасной жизнью и правит людьми согласно Корану и Сунни. Правит по шариату Мухаммада да благословит его Аллах и приветствует. Если какой-либо кафир почувствует его аромат, то умрет. Айса разобьет крест и убьет свиней. Всевышний Аллах сказал, «Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него, Айсу, до его смерти. А в день воскресения он будет свидетелем против них». Те люди Писания, которые живут в наше время, будут либо убиты, либо поверят в Айсу. Айса скажет тому человеку, «Ты заявляешь, что веришь в меня. Вот я сейчас перед тобой. И говорю тебе, что я не сын Аллаха, а посланник Аллаха и его раб. Уверуй в меня». И среди них будут те, кто уверует в него, и те, с кем будет сражаться Айса мир ему. В это время Всевышний Аллах внушит Айсе мир ему и скажет ему, «Поистине я выбил своих рабов, и никто из вас не сможет сразиться с ними. Это будут Яджуч и Маджуч. И против них у людей не будет ни силы, ни возможности сражаться с ними». Всевышний Аллах сказал, «Пока Яджуч и Маджуч не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности. Приблизится истинное обещание». Аллах скажет Айси, «Защити моих рабов у горы Ат-Тур. Он соберет тех, кого сможет, и их окружат в горах. Яджуч и Маджуч будут чинить нечестия на земле. Они будут убивать, портить, разрушать, сеять смуту и будут обольщены и решат, что они самые сильные из людей. Айса мир ему и его товарищи будут взывать к Аллаху в дуа из-за этого бедствия, которое их постигло. Всевышний Аллах пошлет Яджуч и Маджуч, и это народ, они люди, потомки Адама. И называются Яджуч и Маджуч. Это два огромных племени, и они относятся к потомкам Адама. «Всевышний Аллах нашлет на них нечто похожее на червей, которые зайдут в их носы, и те умрут. Затем Айса мир ему со своими людьми спустится к ним и увидит, что все они мертвы. Им будет неприятно зловоние от их трупов. Они взмолятся Всевышнему Аллаху. Сами они не смогут захоронить все эти кучи трупов. Всевышний Аллах пошлет птиц, Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Птиц, подобных верблюдам, то есть огромных размеров, и те перенесут их, бросая в моря». Айса мир ему и его народ тогда начнут жить наилучшей жизнью. Это некоторые из событий Ахирзамана, о которых поведал нам наш Пророк да благословит его Аллах и приветствует. Мы верим в них. Верим в то, о чем сообщил Пророк да благословит его Аллах и приветствует. Мы просим Всевышнего Аллаха защитить нас от всех смут, явных и скрытых. На этом я заканчиваю и прошу Всевышнего Аллаха прощения для себя и для вас от всякого греха. Просите у него прощения и кайтесь перед ним. Воистину он прощающий и милосердный. Хвала Аллаху за его милость и благодарность ему за дарование им успеха. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, возвеличивая его положение. И я свидетельствую то, что Мухаммад его раб и посланник, призывающий к его довольству, на благословит Аллах и приветствует его семью, друзей и любимых ему людей, а также тех, кто пойдет по их пути и последует по их следам и их сунни вплоть до судного дня. О Аллах, поистине мы просим у тебя для нас совершение благих дел, оставление порицаемого и любви к беднякам. Если ты захочешь искусить своих рабов, забери нас к себе неопозоренными и неискушенными. О Аллах, поистине мы просим тебя всякого блага, скорого и последующего, такого, о котором мы знаем и о котором не знаем, и прибегаем тебе, о Господь наш, от всякого зла, о котором мы знаем и о котором не знаем. О Аллах, сохрани нас, наши страны, наши потомства от зла злодеев, козни нечестивцев и зла, которое сменяется со дня на день. О Могущественный, о Всепрощающий, о Аллах, помоги муджаидам по всей земле, о Аллах, помоги нашим братьям муджаидам по всей земле, о Аллах, помоги нашим братьям, ведущим джигад на твоем пути по всей земле, о Аллах, устрани от них злобу и унижение, о живой, о поддерживающий жизнь, о Аллах, объедини их в слово, о Аллах, помири их друг с другом, о Аллах, сплоти их воедино и помилуй их умерших, о Аллах. Исправь их, исцели их раненых, о Господь миров, о обладатель величия и великодушия, о Аллах, сохрани нас в наших странах от зла завистников, от чужих козней и злорадства и от чинящих бедствия, о Господь миров, о Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил ты Ибрагима и семейство Ибрагима, и не спасли свои благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как не спасал ты благословения Ибрагиму и семейству Ибрагима, воистину ты хвалим и славный, твой Господь, Господь могущества, причист и далек он от того, что не приписывает ему. Мир посланникам. Хвала Аллаху, Господу миров.